В жару тяжело всем, и людям, и животным. Трудно сказать, кому сложнее. Мы-то можем спрятаться от жары, а как быть зверям? Вот и львы в Пермском зоопарке спят без задних лап. Конечно, мы предлагаем различные меры для улучшения их состояния, для улучшения микроклимата. Утро у нас начинается с всеобщего полива зоопарка. Тем животным, которым надо в течение дня проводится душ, это и птицам тропическим даже в том числе, и оленям северным. В этом году гораздо лучше стало жить мишкам. Бурые медведи у нас получили каждый свой персональный бассейн. Пусть он небольшой, но в любое время каждый медведь может залезть в прохладную воду и спастись там от жары. И они этим пользуются с радостью. Несмотря на то, что каждый год человечество делает очередной шаг навстречу прогрессу, с жарой нам предлагают справиться дедовскими методами. Ничего лучше этих советов пока не придумано. Прежде всего, должна быть правильная одежда. Что значит правильная одежда? Это не синтетика, это легкие хлопковые ткани, это свободная одежда. Это как можно меньше каблуков у девушек, потому что они затрудняют передвижение. И это головные уборы на голове. Это легкие панамы, это легкие красивые шляпы. Это касается и мужчин, и женщин, и особенно это касается деток. Детки должны ходить в головных уборах в летнее время. Это раз. Два, это питьевой режим. Должна быть всегда с собой водичка. Понятно, что она не всегда будет холодная. Но в любом случае вода, легкие чаи. Это хорошо. Хорошая новость. Комиссия приняла все пять официальных городских пляжей. Со 2 июня на них дежурят спасатели. Готовы в любое время оказать первую медицинскую помощь. Правда, врачи предупреждают, с 10 до 2 часов дня не стоит находиться на открытом солнце. Ведь запросто можно получить тепловой удар. У людей обостряются соматические заболевания. Люди хуже себя чувствуют в это время. Поэтому нужно следить, прежде всего, самим за своим здоровьем, чтобы не пришлось вызывать скорую помощь. А если вы что-то почувствовали необычное в своем организме, у вас заболела голова, у вас появилась слабость, очень плохо, если у вас поднялась температура, на эти симптомы нужно обращать внимание. Потому что это симптомы теплового удара, перегревания, которые требуют обязательного оказания медицинской помощи. Для любителей кондиционеров жара тоже еще то испытание. Врачи к подобным устройствам относятся очень сдержанно по нескольким причинам. Люди в жару нередко неправильно дозируют температуру и поток воздуха. В результате быстро простужаются. Есть еще у кондиционеров неприятная особенность, с которой не все, возможно, осведомлены. Кондиционеры должны профессионально очиститься один раз в три месяца. Иначе они превращаются в рассадник патогенных микробов. Любите себя, заботитесь о близких и домашних питомцах. Тогда лето оправдает все ваши надежды.